Привет всем любителям шахмат. Пару дней назад начался матч на первенстве мира между Магнусом Карлсоном и Сергеем Корякиным. И как и многие из вас, я столкнулся с проблемой, где в режиме реального времени можно посмотреть и понаблюдать за партией, и посмотреть трансляцию всех партий. И пришел к выводу, что официально, как я понял, что нигде нет трансляции матча. Зайдя на официальный сайт, сейчас у вас перед глазами, мы увидим, что здесь предлагают нам несколько пакетов от 15 долларов за то, что мы можем смотреть игру виртуально. Есть картинка 360 градусов, достаточно интересная опция, виртуальная реальность, несколько точек обзора и комментарии гостмейстеров и других людей. Все это удовольствие стоит вместе с интерактивной доской, там с оценкой от 15 до 99 долларов. В принципе, 15 долларов не такая большая сумма, но раньше все это было бесплатно, скажем, 2 года назад, а теперь сделали платно. Это, конечно, очень печально, никак это шахматы не поправизируют, но что есть, то есть. Что делать? Значит, порыскав в интернете, я нашел несколько идей, как можно следить за ходом матча. Первое, что я узнал, это есть трансляция на Твиче у Яна Непомнящего. На самом деле, на данный момент, пока он выходил на связь, насколько я знаю, один раз, это была первая партия. Да, вот сейчас пока реклама пройдет, и он достаточно много прокомментировал, дал оценку мнения своего матча, вернее, первой партии. И рядом был здесь чат, можно было общаться, задавать Яну вопросы. Это достаточно было интересно, с учетом того, что альтернатив других я не нашел. Хотя, возможно, и другие тоже какие-то альтернативы были. Вот все, что я нашел. Значит, да, вот сейчас реклама пройдет, и у Яна вы увидите, что у него есть и картинка, ну вот, в принципе, маленькое окошко, и его комментарии. Достаточно интересно, с учетом того, что Ян очень необычный шахматист, и такого интересного стиля. За партией также можно наблюдать на сайте Chessbomb. Здесь есть ибент Carlson Karjakin, и здесь, конечно, две партии, но здесь все как обычно. Первая и вторая партия, нажали на вторую, и здесь также, что? Слева чат, справа оценка Михаила Марина, и здесь, нет, значит, и первую и вторую партию, да, насколько я помню, вот тут Грессмейстер Делчер, да, комментировал, ну, тоже можно, кто знает английский, можно читать, достаточно интересно. Плюс есть оценка, все достаточно интересно. Ну, конечно, это может быть не так весело, как было раньше, допустим, с трансляциями Сергеева Шипова на сайте Chessbook. Да, ну вот, Ян подгрузился, вот так вот у него идет картинка, ну, у меня просто интернет слабый, поэтому пока загрузка идет. Также можно смотреть на сайте Chesspro, заходим вот здесь на главную, жмем на вторую партию, здесь также были комментарии Грессмейстера Глейзерова, тоже можно смотреть, и также идет партия, оценка, ну, вот эта вот картинка, виджет, прямо с сайта матча на первенство мира, официально. Вот Евгений Глейзеров комментирует, и слева чат для зарегистрированных пользователей. Также есть сайт Chess24, здесь тоже, в принципе, интересно, две партии, ну, здесь более красочно, может быть, кому-то нравится, этот большой дизайн, здесь тоже можно наблюдать за партиями, и предлагайте, ну, вот здесь мне что нравится, можно, к примеру, предлагать, да, какие-то свои ходы, и смотреть, допустим, оценку, или те варианты, допустим, как тут можно было сыграть, что, допустим, нет на Chessbomb. Да, ну, и последнее, также можно на сайте Российской Шахматной Федерации, нажав по разделу трансляции партии, вот здесь вот подружается одна из партий, вот, также я видел где-то картинку на канале Матч, но вот, к сожалению, не помню ссылку на нее, и там можно было воочию посмотреть, как сидят шахматисты, как они думают, я думаю, это достаточно интересно, вот, как обычно фотографии можно наблюдать на сайте Chessnews, все как обычно, ничего не поменялось, поэтому вот так вот, следите за нашими новыми видео, оставайтесь с нами на одной волне, подписывайтесь на наш канал, и пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok,